Салют всем. Блин, у меня что, опять звука не будет. Шучу, шучу. Салют всем, ребятки, с вами Альтер, вы находитесь на канале CheckerOut. Это реакция на сериал Саке, 14 серия. Я надеюсь никаких косяков и ничего случайно я удалять в этот раз не буду. И буду делать все по порядку, как раньше я это делал, спокойно, не спеша и так далее и тому подобное. Короче, давайте смотреть. Наворовал, теперь вкладывайся. Интересное, интересное название эпизода. Интригует. Короче, давайте смотреть. В конце, как всегда, поболтаем. Аким Города. К тебе переезжает район. Теперь меня будет крышевать руководитель аппарата, да? В смысле? Я, брат, пасно, доктор, опсошмашно. Информация железная? Информация стопроцентная. Командный тендер входит. Крупный, на пару миллиардов. Так, ты же у нас начальник отдела социальной сферы, правильно? Да. Значит, принимать и обрабатывать жалобы твоя прямая обязанность. Да, мы каждый день обрабатываем, мониторим все. Да? Вот смотри, я вам на почту отправлял вот эти все нарушения. Вы не то, что ответит, вы даже не прочитали мои сообщения. Капец там, свалка. Инда, Азамат Ирланович, вы же можете мне напрямую позвонить? Айцанас, я сразу приму во внимание, блесной. Блем, конечно. Я могу к тебе позвонить, а народ-то не может. Им приходится писать вам на почту, а потом годами ждать, пока вы примите их жалобы. Жор, мы стараемся своевременно все сделать. Просто жалоб очень много. Мои сотрудники не успевают все прочитать. Вот начинается. Мои сотрудники не успевают, не справляются, а я такой красавчик. Тут нет моей вины. Жор, здесь и моя вина есть, признаю. Ты сейчас серьезно? Если я тебе скажу, пиши заявление, ты напишешь? Без проблем, Азамат Ирланович. Если я не справляюсь со своими обязанностями, то зачем мне занимать этот пост? Я, как мужчина, напишу заявление и уйду. Смотри, какой молодец. Тогда иди и пиши. Хорошо? Что-то этот... Как будто... Ну, у него за спиной кто-то есть. Не понял. Я думал, он сейчас агашками своими будет пугать. Ну, вот это... Ну, шеф, у него же приказ вышел. Он же переводится в городской акимат. О, баси. А я-то думаю, что он... Понятно. Правильным стал. Вот видишь, как у нас? Вот таких, как он, у нас просто не увольняют, а переводят. Ну, либо местами меняют. Так сказать, рокировка. А откуда этот помощник, а? Ладно. Он уже был, да? А ты у нас так сюда попал? Ну, мой папа дворудный братья же с Сайтом, с Сама дочьем. Пожалуйста. Вот и все. Друзья, родственники. Знаешь, нас не коробца загубят, а вот эти вот друзья и родственники. Шеф, я в чем-то накосячил или что? Да я вообще не про тебя. Я в целом о ситуации в стране. Короче, иди, а. Азамат Ирландович, я по-любому докажу. Да не надо мне ничего доказывать. Жене своей доказывай. Не, он вроде нормальный. Просто такой глупенький тет-тет, по-моему. Кейт-те, мені бергендер шоу норады бейт-те, Айнадың-нар жағындағы сөйлі. Өз сөзінен шоу қынады, қылқынады, түші норады кейт-те, Мені бергендер шоу норады бейт-те, Айнадың-нар жағындағы сөйлі. Мені бергендер шоу норады бейт-те, Айнады жағындағы сөйлі. Мені бергендер шоу норады бейт-те, Айнады жағындағы сөйлі. Сәккей. Сәкей. Сәйтсаматыч, можна я сразу к делу перейду? Вы кто вообще? Я директор колледжа. Я звонил вам. Ну, наверное. И че? Ну, в общем, тут такая ситуация. Тут мне передали, что к нам Аким переезжает, да? И че? Тебе это каким боком касается? Ну, я бы хотел, в общем, Сәйтсаматович, Сәйтсаматович, я хотел бы попросить, чтоб поставили перед нашим колледжем большую такую арку. Вот. Подожди. Ничего не понял. В чем Аким приезжает? А Арка? Че? Объясни нормально. Ну, причем, Лаванда, понимаете, вдруг Аким решит сделать обход по образовательным учреждениям. А везде, кроме вот этой будки охраны, ничего нету. А Арка как бы вид придаст, статус тигендий. Арка. Слушай, у тебя образование хромает. У тебя в колледже дофига нарушений. Ё-моё, у тебя общежития нет. Нафига эта Арка? Ну, Сәйтсаматович, понимаете, образование, общежития, гонгбер, решаемый вопрос. Хой. Вот и решай. Решаете вопрос? Нет. Че? Снесли, там это, за счет этой Арки можно денежки заработать. Тем более, вы их любите. Так музыка сменила сразу. Что заработать? Ну, деньги, деньги. А, все, все. Доллар. Все, понял. Лезет. Доврен, кто там есть? Доврен. Да, шеф. Слушай, эээ. Убери нафиг его отсюда и больше никогда сюда не приводи. Да? Кого? Чего? Четырсот человек где-то видишь, что ли? Его убери, говорю. А, его? Э, чексайся, чексайся. Давай быстрее, че ты смотришь на меня? Все же знают, что вы любите деньги. Не заставай меня бить тебя. Ээ, чексайся, чексайся, болтун. Нет, сад, сад, сад. Сад, сад, сад. Сад, сад, сад. Так а че? Че вы уже? Охранника. До конца, прям, сакимат его. До конца бить? Да. Все будет. Ээ, дергай! Здравствуйте, а Лезет, это вы? Да, здрасте. Ага. Это вам. Тут еще записка есть. Спасибо. Ага, до свидания. До свидания. Так. Часики. К расставанию. Алло, Жан, ты почему такой хороший? Получилось? Угу. Ну все, Жан, на сей не снимай их, ладно? Угу. Да я сегодня поздно приеду. Ты пока домой езжай. Все, давай. Давай целуй. Пока. Пока-пока. Такая странная лампа в кабинете, че там, своего света нету на потолке? Приходится, шеф. Так, она часы получила, микрофон поставили, спецуправление отработали, все сделали, как вы и сказали. Угу. А по его компьютеру есть че там, файлы информации какая-то? Пока что нет. Компьютер чистый. Даже ни одной сметы нет. Вчера только вот буквально один вход был, и то он в косынку играл. Такое ощущение, что он вообще не работает. Это не ощущение, это так оно и есть. Придется новые прослушки установить. Ты знаешь че, ты Лязат узнай, где он чаще всего с этим своим Агашкой встречается. Устанавливать будем там. Ну, хорошо, узнаем. Ну и скажи ей, пусть она свои эти часы новые на ночь, в другой комнате оставляет, а то... Неудобно будет, да? Когда услышат, чем вы там занимаетесь? Да пусть слышат. Че, не стесняться? Ну да. Пускай слышат эти две минуты позора, да? Шефа, случайно до этого Лязат не прослушали? Да есть микрофон. Вот мне больше делать нечего, как ее слушать. Все, ладно, иди работай давай. Есть. Сейчас уже в туалете не спрячешься. Азамат Ярланович, доброе утро. Вызывали? Да, заходите. Вообще-то я вас вчера вызывал, но мне сказали, что вы уже уехали. Да, Кишевр семейное мероприятие было. Пораньше чуть уехал с работы. Ну, семья – это хорошо. Кстати, какая у вас фамилия? Кожбеков? Как? Кожбекова. Как? Кожбеков. О! Как я его забыл? Макс? Ну, уважаемые Кожбековы. Ну, понятно. Как так получилось, что вы всей семьей работаете в одном акимате, ну и в одном отделе? Наверное, это совпадение. Жок, это как бы не совпадение. Он с семьей еще… А, выходит, вы пришли руководителем отдела и подтянули за собой свою семью. Так выходит? Вообще-то это я пришла и подтянула его за собой. Ну, чуть-чуть не та ситуация. Ну, неважно, кто кого подтянул. Тут главное, что уйти придется всем вместе. Калаеву уйти. Да, мы все с одной семьи. Но это никак не влияет на работу. Каждый выполняет свои обязанности. Справляется. Как вы справляетесь? Вот элементарно вчера. Вам пришлось уйти в рабочее время. Соответственно, ушла жена и ваш сын. Потому что у вас было семейное мероприятие. Так? Это вам не семейный акимат. Вы что тут устроили? Азамат Ирланович, вы как с моим отцом разговаривать? Тонцево смени. Чего? Вот. А вы говорите, никак не влияет на работу. Азамат Ирланович, не обращайте внимания. Успокойся, Руси, ровно. Азамат Ирланович, а давайте так? А давайте бездавайте. Тоже люблю так говорить. Делаем так. Вы пишете заявление и увольняетесь. Хорошо, мы уволимся. Но я вам обещаю, я клянусь. А вот пугать меня не надо. Я пуганный. Вы все сказали? Свободный. Что вы хотели? А, ну да, где же? Раньше не было у них Азамата. Что у тебя? Часы поелись, где украла? Свободный Самат Ирланович, это мне парень подарил. Угу. Ясно. Походу, парень тебя не любит. Почему? Часы-то дешевые. Пускай они дешевые, зато они от души сделаны. Ладно, ладно, любите, шучу. Часы все равно дешевые. Зато он хоть какие-то подарки мне делает. Угу. Не то, что я, да? Угу. У нас фига ли тебе должен подарки делать? Женду. Все, давай, иди. Кстати, чай не о чем. Это кофе. И кофе, значит, не о чем. Все, иди. Меня вообще сегодня нету, понятно, для кого я занят. У меня сегодня аппаратка. Все, давай. Шеф, можно? А для Азамата Ирлановича вы тут? А иди отсюда, иди, иди. Ага. Азамат Ирланович. Саяц Аматович. Ну, она иногда просто… Что там? Халась на Азамат. Все нормально? У меня приступы, тупости какие-то. Вот. Некоторых сотрудников уволили. Да, я в курсе. Угу. Я тоже, кстати, уволил этого начальника управления по благоустройству. Ну, как уволил? Вышвырнул я его. Только его одного? Да, а ты что, еще кого-то уволил? Ну, я начальника управления по коммуникации, руководителя коммунальных служб, ну, который за озеленение отвечал, руководителя соцсферы, строгий выговор начальнику МПС и начальника ЖКХ еще два дня назад снял. Ну, и некоторые сотрудники сами ушли. Слушай, ты такой жестокий, а? А никто тебе не звонил? Саяц Матвеевич, я же вам говорил, у меня своя схема. Ну, как бы, я даже не знаю, с кем работать нам еще. Слушай, этих… моих замов пока не трогай, ладно? А, кстати, шеф, я их работу тоже проверил. Там достаточно нарушений. Азики, я понимаю. Ну, как бы, он, да, как бы… Балашахасбар, Балларбар, ну, как бы… Хайтем с Брюдом Харгасом, правильно? Ну, можно что-то лояльнее быть. Ну, да, понял вас. Пусть, да, остается. Итак, аппаратку собери мне. А, чуть не забыл. Самый главный вопрос. Начальника управления культуры не трогает. А его за что? Ну, как бы нам… Он же ушел. Ты не забывай, скоро Аким приезжает. Кто переезжает? Аким. К нам переезжает Аким. Недавно видели, перестановку сделали. Кого надо, убрали. Кого надо, оставили. После Акима, если проблемы будут, вообще никого жалеть не будут. Всех на хрен выгоню. Понятно? Так, переехали. И пока Аким к нам не переехал, ему надо настроение поднять, понимаете? Чтоб он пока отвлекался, пока мы будем с лысым, со всеми, так сказать, работу делать, замазываться. Есть какой-нибудь дыр? Кто у нас за культуру? Ты отвечаешь? Да, Саят Саматович. Я уже обдумывал этот момент. Это мощная идея. Аким толпцы. Это хорошо. Что? Аламыздан Загрдвейдем куданим. И Поляга мын жылхыны жберемыз. Устанем мын жигитпе отыргызамыз. Устанем мын жигитпе отыргызамыз. Устанем ах футбол кейгизпоямыз артына. Алға Хазақстан деп жасыпаймыз. Артына. О! Мын бала жылхылы шау көлетат. Ай! Влезу жылхы не жалко нade. Потому что бронжасы, как г-ж-ж. Расск cuccu renowned хватит. Бурав, бюру! Вы get Xboxн ага н Toronto? veh. Ну при такой момент. Сегодня, я Sevenκαумборда все. Бибю через beweти. Нет,chaftль, Arabic. Vet. в километре в месяц. 2000 года. Что? 2000 года, я делаю флаг. Как вам идея Саэт Саэт? Саэт Саэт? Саэт. Слушай, давай здесь остановимся. Давай эту идею никому не отдавай, ладно? Чтоб не украли, не рассказывай даже. Хорошо? Это же флешмоб. Флешмоб, да. Всем пока проверим. Чуть позже еще обсудим. Иркан, вы можете идти. Спасибо. Мы с вами лично переговорим. Кабинет поломбул в интернете. Насчет кадровых перестанул? Давай, сам решай. И у него, оказывается, семьи нет, я вспомнил. Убирай его нахрен отсюда, ладно? Потом мы с Саоанна созвоним. Все? Конечно, шеф. Все, давайте. Задача все это поняли? Все слышали? Задача стоит непростая. Нужны новые кадры. Можно присоединяйте с Саоанна. 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 Как дома? Как семье, да? Спасибо большое, спасибо большое. Как ты себя делаешь? Ты у себя? Как ты себя делаешь? Ты у меня нахрен. Как ты? Как ты себя делаешь? Правильно? Солды мы возьмем за утро, печатаешь шашлык, стейк, как положено, да? Время появилось и зима или это так, дай, совпадениями то, что шеф в твой район переезжает? А солдобар, братан, честно. Все в районной Акиме одинаковые жести. Синдер, она, когда Аким приезжает же к вам на район, сразу обо мне начинаете вспоминать, искать меня, звонить, время уделять. Ты конкретно скажи, что тебе? Маршрут нужен? Передвижение? По каким улицам он будет двигаться? Брат, я довезем близко. Водитель Акима, твой друг же, близкий. Да, друг мой, да, да. Родной? Да, да, друг мой, друг мой. Может, позвоним, побросим? Чехол, он с тобой не будет разговаривать. Вообще, все через меня. Братан, все через тебя. Да. Просто надо попросить, как он едет, по каким улицам он едет, понимаешь? Не дай бог, не туда свернул, а там мусор или еще что-то. Не я же один все там. Там же есть КСК, мы искать. Эти бараны, они же могут мне подставить, понимаешь? Тем более, за место сейчас, знаешь же, любого подставить, брат. Эй, Джарай, дай там. Ну, ты сам тоже нормально, работай хорошо. А то ты шефа знаешь, он едет, едет, бац, куда им свернет. Он еще любитель по ночам ездит. Вот, вот. Он любит иногда не по протоколу ездить. Самое страшное не по протоколу, правильно? Да, вообще абсолютно. Сол, брат, поможешь, да, подставишь? Хорошо, Джарай, дай там. Для начала, можешь это попросить, узнать, в каком он доме будет жить? Наверное, какой-то там элитный дом, да? Хой, да, элитный дом. Третьим и краем пятнадцатый дом. Пятнадцатый дом, Диген Осыма? Да, да, шеф. Шеф, Аким точно сюда переезжает, да? Просто в городе же есть намного лучше же, мощнее даже квартиры и дома. Рот, закрой, какая тебе разница? Это нормальные дома. Сказали здесь, значит здесь, это не обсуждается. Может, это десятая его квартира. И сейчас шатарам Балмасым, понял? Может, так надо, блядь? Чтоб люди лично раз не кипишовали. Чего еще? По-моему, ваш дом лучше, чем у Акима города, да? Эд, мал. А? Ты чего слух такие вещи говоришь? Эй, хоть и гритный жир ворвой, не здесь же. Ну, я же от души. От души. Вы думаете, чё соседи? Чё соседями делают? А чё соседи-то? А чё соседи-то? А чё с ними шеф? Чё-чё-чё с ними? Чё с ними, блядь? Это я должен говорить, чё с ними. Вы должны думать. Они жаловаться будут, придурки. Вы мозги чуть включите. Аким сюда переедет. Все, все соседи пойдут жаловаться. Да, да, слышу. Это же он, прежде всего не то, что Аким. Он во дворе живет у них, всё. Он сосед. А к соседу мы чё делаем? Жалуемся. А это не надо. То надо. Плоскогуб сжёг, мау сжёг. Вот эти турники надо перекрасить. Газон надо переделать. Зелёный сюда газон. Остань. Я придурок. Это искусственный. Живой. Живой. Попом максимально думал, я красавчик. Понимаешь? Дорогу сделать. Узнайте, как он идет по своей тропинке. Цветы поставьте, там что-то сделаете. Ага, кавралан потом. Кавралан не надо. Просто цветы. Всё. Цветы. Можно спросить? Чё там? А деньги мы откуда возьмём на это всё? Ну как-то ремонт. Деньги? Деньги. Костюм продашь, машину продашь. Ты же наворовал это. Вот теперь давай, вкладывайся. Понятно? А ты тоже вкладывайся, я понял? Как? Как? Жопой об косяк. Понял? Жопой. Не надо это писать, идиот. Самое главное, работайте с жильцами. Жильцы – это основа. Понимаете? А высокие мата, да? А смотри, чё случилось. Чё случилось? Да я с 16-го дома здесь живу. У нас вообще КСК существует. Посмотрите, что творится. Тротуарчики, бутафорчики понаделали. Какие-то железки, конструкция трясётся. А если на ребёнка упадёт, кто отвечать будет? У нас Аким вообще существует или нет? Скажите, пожалуйста, у нас дорог нету. Ливень пройдёт, пыль в домах. Посмотрите, что за домом творится. Дорог нету, да? Ничего нету у нас. В смысле? Пожалуйста, разберитесь с этим. Аким есть у нас или нет? Если б жил здесь районовский Аким, разве было бы такое безобразие? Ну, подумайте сами. В подъезды зайдите, что творится. Всё в грязи. Есть Аким. Кто за этим будет следить? За этим следит Аким. А вы кто такой? Я... Вот Аким, иди сюда. Род закресса. Вот Аким. Это Аким района Молотавского района. Все его вопросы сюда. А у него лежат. Понятно? Это вот мой... Это... Это... Всё. Давай, ничего не спрашивай. Вперёд. Все вопросы вот сюда. Давай, удачи. Сюда? Да. Это вы, что ли, Аким? А завтра Аким приедет. Что будет? Кипишь будет. Ты что, ё-моё, твою голову вот так оторву. Понятно? Давай, отработай. Всем помоги здесь. Всем терпимым, всем. Любой, кто жалуется, сразу. Что надо, всё, помоги. Понял? Хочешь время? Тупас, помоги, ё-моё, твою заново записывай. Помочь людям. Да, помоги. Потом, смотри, найди завтра какую-нибудь бабушку, которая будет меня хвалить. Хорошо? Аким придет, чтобы... О, мень, красавица. Только... От души. От души. Понятно? Чтобы аккуратно нахвалить. Здравствуйте. А вам Аким. Аким вон. Ага. Чтобы аккуратно. Понятно? Ага, аккуратно. Да. Потом смотри. Здравствуйте, вы Аким? Желательно. Бредненький верь. Вот замечательно. Что случилось? Дорог нету. Беда у нас дорога. Да какие? Вы что? Где? Дети в школу сейчас как пойдут? Пыль, грязь. Скорая к дому не подъедет. Что случится? Не сможет нас... Давайте начнем с самого начала, с самого первого пункта. Угол какого дома? Шестнадцатого. Шестнадцатого. Я где живу, в первую очередь сделайте мне дорогу. Все нормально? Давайте. Он еще себе новую 570 купил недавно. Ааа, ну тогда все. Вот, вот, вот. Ты же прекрасно знаешь, как реально у нас люди живут. Я другой. Это мой район. Да. У тебя тоже все будет. Я вас уверяю, ничего не поменяется. Эй ж ласа ты ныржок. В киносовете ты еще столько компроматов найдешь? Такс. Сейчас быстренько промо еще просмотрим. Аа, ну да. Что могу сказать? Хорошая серия. в этой серии в основном избавлялись от ненужных каких-то сотрудников на кемата ну и вообще тут о семейном бизнесе так скажем то что все своих устраивают и так далее ну и конечно также раб ну не получится работать вот этот директор ли кто он там из колледжа понравился мне сам персонаж и как он аккуратно пытался подойти думать честь как чё связано там как-то можно бабки замутить окей сразу нахер с такими вопросами как он вообще фиг знает мне кажется это даурен его я его по имени назвал жук его притащил типа предложил муж как-то так не знаю вот для азиатки подарили часы часы всегда на руке да согласен потому что нет и браслет в принципе можно было бы я сначала просто думал можно же сережки можно браслет но не часы часы как бы обычно как мне кажется к расставанию хотя откуда я это взял ну вроде что такое говорили да забавным будет конечно если их будут подслушивать не нравится мне желтый свет этот в кабинете у начальника антикора так семейный бизнес значит у нас очень тактик моменту шоу там что-то ляп какой-то шоу ли или чё не понимаю я он держит газету так дальше показывается семья то что они втроем сидят вот он приносит газету семья это хорошо складывает ее кстати кашбеков кашбеков у него газета сложена говорит мужик как спрашивает там средний конечно отвечает жена тот же план опять тот же план и спрашивают у пацана азбеков еще раз запутался кашбеков допустим это уже этот план к жене этот план к мальчишке тогда это что тогда давайте наоборот кстати кашбеков так кашбеков мужу к жене кашбеков к сыну ну вот так вот если еще более-менее уважаемые кашбековы как так получилось и газеты уже нет окей так не обратите внимание просто увидел кадр то что он сидит из газеты и что-то блин упустил я когда это было то что сын там так голос повышает но это какое-то странное воспитание было если он руководитель аппарата что-то типа как вы со мной с моим отцом разговариваете супер недовольный конечно он там мог бы быть попроще забавный момент типа кое чай так себе цинтия кофе это было забавно такс часы ля 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 дешевые но он заметил заметил парень но он пока ничего не даже не заподозрит да и вряд ли он это подозрит вот узнал он то что всех поуваля и не очень понравился мне тоже момент этого перехода он сначала в кабинете сказал к нам переезжает таким и тот уже слышал и вот они уже на совещании типа и снова азамат говорит кто переезжает ты же в кабинете только что был с ним фиг знает короче движуха все дела забавный такой немного странный момент с этим с начальником культуры наверное не знаю но с такими людьми сталкивался конечно это конечно хочу такие титры маленькие бывают бывают такие люди для всякие безумные идеи ля 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 ну и встретился с своим новым другом так скажем которого он видел на денюхе ну что-то во втором сезоне в какой-то серии он мелькал хочет он конечно узнать все таки карту движения и так далее и и тот классно конечно сказал тоже типа были вам когда надо вы появляете вспоминаете обо мне я вам вдруг нужен стояну остановлюсь и так далее так оно и есть основном люди ищут какую-то выгоду в людях для себя как-то дружит бывает иногда специально ради выгоды просто но это неправильно конечно так делать нельзя концовка конечно клевая клево то что они так хоп оборвали и продолжает с этого же момента и тут добивочка вот саки забавно за забавно вот по поводу их жалоб типа я вообще поражен был если честно я смотрел на этот двор у вас там на этой спортивной площадке делать всякие турники газон искусственный я не думаю то что это какой-то супер бедный район я не знаю но обычный он вообще очень хорошо смотрится и у вас искусственный по моему газон там да это же газон у нас на улице как только постели бы в первую же ночь этого газона бы не было фиг знает я не знаю у нас вот сделали конечно тоже во дворе ремонт все брусчатка выложили это раз во вторых где горит дорог нету я что-то не понял там на заднем фоне дороги нормальные не в куринги короче не в курил не понимаю я на что она так жалуются если можно проехать там возможно на других каких-то районах да я понимаю у вас возможно есть какие-то такие стрёмные дворы где вообще которые еще не видали капитальный ремонт мне кажется доберутся до них и все же не то место чтобы жаловаться там нет дорог дурацкая площадка и так далее потому что ну мы с вами видим все там чувак вон мальчишка маленький на самокате катится по неровной дороге есть дороги не было он бы не смог там кататься окей но с этим все понятно а так еще так забавно люди смотрят с окон стоят мне кажется этот не ограни а ну-ка ну что в общем неплохая серия как вам пишите в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь канал если не подписаны спасибо за внимание check it out